Друзья, всем привет! И сегодня будем собирать коптер. Меня постоянно пишут два типа людей. Первый тип людей всегда пишет Аник, ну, сколько можно проектов, расскажи лучше какие-нибудь обзоры, сними кинжелески, расскажи, ну, в общем, что-то типа такого. И второй лагерь людей, которые типа Аник заколебался своими обзорами, давай-ка проекты пили. На самом деле сейчас идет пора такая, что похоже, что ExpressLRS набирает обороты, каждому производителю очень легко запустить в продукцию, в производство вот эти приемники, передатчики и под своим брендом их потом продвигать. Возможно, на этом деньги хорошие делаются, я не знаю, но потому что сейчас все просто производители обезумели и резко начали продвигать. Ну, просто потому что все нормальные электроники, типа регуляторы, полетные контроллеры. Как-то прогресс, во-первых, замедлился, во-вторых, сейчас проблемы с поставками чипов, для всего этого не все хватает, поэтому, ну, вот как есть. Сегодня же мы будем собирать коптер под ExpressLRS. Я хочу поставить туда ExpressLRS и наравне с трейсером гонять, смотреть и кайфовать. Погнали! Использовать мы будем вот эту электронику. На самом деле, это рама от Амакс, моторчики от Амакс. Я вообще поскреб у себя по коробочкам, посмотрел, что у меня есть такого, чтобы вам показать. Что-то из этого прям совсем новье, а я только недавно заказал. Что-то у меня уже лежало там какое-то время. Здесь еще полетник пойдет на контроле от SPDB, стэк, мини-стэк 20 на 20. Я думаю, это все можно как-то будет сейчас собрать. Получится у нас рама. Ну и по какой-нибудь приемник ExpressLRS. Вот, например, INRX Mini. Это от Джампера, по-моему, приемник. У меня столько-то этих приемников лежат. И они, на самом деле, все одинаково выглядят. То есть, ну, они просто маленький приемник с антенной. Здесь, что интересно, антенна в 3D-печатной какой-то такой ерунде. Ну, или нет, и не 3D-печать мы сейчас чуть ближе посмотрим. Ну, в общем, она чуть-чуть по-другому сделана. Она как бы больше закрыта, потому что у некоторых других производителей она просто черненькая, маленькая, незаметная. Здесь она довольно яркая, оранжевая. В остальном все. В принципе, это вот наш комплект. Еще сюда встанет какая-нибудь в PV-связь. Я думаю, аналоговая. Фристайловая рама Atamax под 5 дюймов. Очень интересная у них упаковка стала. Ну, я раньше особо такого не видел. Видимо, какая-то новомодная фишка вот в таких металлизированных пакетах отправлять. Ну, то есть, вот рама пришла мне в таком состоянии. Здесь 4 луча, 2 стоечки под FPV-камеру и самая верхняя пластина, я так полагаю. То есть, между этими зажимаются лучи, а это кладется сверху поверх. Я полагаю, что здесь у нас все необходимые дополнительные аксессуары, типа винтиков и лент. Я не уверен, что это такое. Это похоже на куски термоусадки. Я не знаю, зачем они нужны. Возможно, для того, чтобы провода к лучам притягивать. Сейчас, может быть, так сделаем. Еще небольшое количество термоусадки мелкое. XT-60 разъем. Что интересно, такого я давненько не видел. Но здесь теперь XT-60 разъем. Куча различных винтов. И мякушка под батарейку. Кстати, здесь еще дополнительно положили змеиную кожу, как видно. Ага, вот, наверное, кстати, для этого нужна вот эта вот термоусадка, чтобы змеиную кожу ужать. И чтобы она красиво поверх лучей лежала. Чуть-чуть присобрал раму. Пока я до конца не собрал, хочу показать вам пару моментов. Сюда можно поставить как 3х3 стек, так и 2х2. Как видно, я сейчас оставил отверстие по 2х2. Сейчас сюда длинные винты вкручу, и на них будем насаживать башню. 3х3 винты я пока просто закрыл гайками и завинтил хорошенько. Я думаю, этого будет достаточно. Что интересно, здесь есть еще два винта вот здесь, которые вкручиваются просто в верхнюю пластину. Я поговорил с разработчиками этой рамы. Они говорят, что так держит хорошо. Больше ничего не надо. То есть, если, конечно, у вас будут какие-то проблемы, можно чуть-чуть подлиннее винты взять и вкрутить точно так же гайки. Ну, а так они говорят, что просто вкручиваются в карбоновые пластины. Этого достаточно. На двух других она держится достаточно хорошо, чтобы вот это вот было достаточно. Сзади есть посадочное отверстие по 20х20. Кроме того, есть два маленьких отверстия вот здесь, в которые вкручивается разъем XT60. То есть, его можно вкрутить как изнутри вот так вот, так и снаружи, типа вот такого что-то. Рамка коротковата, то есть, ее, в принципе, можно использовать и с верхним расположением аккумулятора, и с нижним. По-хорошему сюда даже можно затолкать DJI Vista. Они говорят, что, ну, если вы сюда поставите DJI Vista, то она, в принципе, сюда влезает по размеру стоек, только стек должен быть действительно небольшой. Если он будет длинный жирный стек, DJI Air Unit сюда уже может не влезть. Обычная Vista сюда влезает без каких-либо проблем. Ну, и нужно упомянуть, что моторы здесь уже используются исключительно современно. Здесь нет больших вырезов по одному винту. То есть, здесь паттерн под мотор 16 на 16 мм. То есть, здесь только одного типа мотора сейчас ставится. Но я думаю, что все современные моторы под такое подключение. Еще есть два дополнительных интересных отверстия вот здесь вот. Как мне сказали, они нужны просто для стяжки. То есть, если вы хотите сюда вот положить, и, например, как-то здесь провести кабель снизу, чтобы его прижать туда, здесь можно использовать обычный ZipTie, стяжечку, чтобы это все дело держалось в куче. Лучи достаточно плотные, широкие. Вот здесь они еще в центре друг к другу прижимаются. Поэтому я думаю, что проблем с жесткостью быть не должно. Кроме того, здесь между ними оставлено в середине пространство, для того, чтобы, я думаю, ну, можно, если что, ремешок проснуть, если вы все-таки будете использовать нижнее крепление аккумулятора. От всего комплекта осталось еще очень много заполнительной вот этой вот все ерунды, поэтому ее пока не будем взвешивать. Давайте взвесим саму раму. Но на самом деле очень много запасных винтиков дали, запасных всяких термоусадок и так далее. Рама с двумя стенками для камеры и с верхней пластиной весит 110 грамм. Закрутив еще вот эти вот оставшиеся винты, мы получим что-то около 114, наверное, грамм. То есть, самой легкой эту раму назвать, конечно же, нельзя. Но, учитывая то, что у нее достаточно плотные лучи, я думаю, что вес приемлемый. Теперь по поводу моторов. Моторы здесь будут от Амаксина. И моторы мне попросили не показывать внутри. Не знаю, что там такого, поэтому мы сейчас на них только снаружи посмотрим. Я знаю, что у них, опять же, появилось несколько версий. У-у-у, шайные. Они такие прям суперяркие. Они появились в нескольких версиях, в нескольких размерах. То есть, есть моторы покрупнее. Я взял самый легкий, самый мелкий мотор. Это 2305,5 на 1750 кВ. Я не фанат огромных моторов, но при этом и тяжелых. Я вот в этом случае пошел на компромисс и взял моторы самые легкие, которые были. Выглядят они, конечно же, бомбезно. У нас цельный колокол, опять же, Т-образный дизайн. Титановый полый шафт, 52-ые магниты. Все очень красиво, хорошо. Японские подшипники. Как видно, для легкости обслуживания мотора просто на крестовый винт внизу все закручено. Ну, красиво сделано. Провода достаточно длинные, силиконовые, AVG-22. Давайте еще вес посмотрим. С длинными проводами мотор весит всего лишь 26 грамм. Понятно, еще у нас где-то здесь гайка лежала. Ну, в общем, это будет еще где-то 0,5 грамм. 27,5 грамм с длинными проводами. Если их укоротить, то будет в районе 25 грамм, наверное, мотор. Эти моторы, судя по их трассетам, на злых пропеллерах выдают что-то 1600-1700 грамм тяги. Этого будет точно больше, чем достаточно. Естественно, у них также есть КВ под 5С, либо под более агрессивный маневр, типа 1950 КВ. Ну, и по 4С тоже есть 2550 КВ. И я думаю, что вы найдете себе подходящий мотор на любой вкус. Кроме того, сейчас их можно купить по очень классной цене, с большой скидкой. Об этом расскажу чуть ближе к концу. В целом, у Амакс Инна были всегда качественные моторы. Лишь только вот последняя серия, которая у них была, перформанты, многие жаловались на ее жесткость, на ее крепкость. То есть, буквально один-два вылета, и они почему-то выходили из строя. Там либо так, либо иначе. То есть, там что-то с магнитами было, там было что-то с металлом. То есть, был мягковат. В данном случае, они пообещали, что это все исправили. Моторы должны быть гораздо крепче. Перед тем, как мы переступим к полетному контроллеру, хотел бы показать, что я вот сделал, положил змеиную кожу поверх моторов. Выглядит весьма козырно. Вот теперь оно выглядит действительно дорого-богато. Сейчас это все надо делать, аккуратно прикрутить на молочи. Будет топ. Естественно, все обязательно фиксируем каким-нибудь фиксатором резьбы, все винтики, для того, чтобы в полете это не раскрутилось. Итак, полетные контролли. Полетные контролли с PDB. И это первые полетные контролли, которые они написали, что его вообще к компьютеру подключать не нужно. Это мини-стэк 20 на 20 с блютусом, с Wi-Fi, со всем, что нужно. И что самое интересное, через блютус или через Wi-Fi можно как прошивать полетные контролли, так прошивать регуляторы, настраивать все, все возможности здесь есть. Можно делать все, что угодно. В комплекте есть два пакетика. Один подкрепление на М3, другой подкрепление на М2. Вот как раз он сейчас нам пригодится. Также есть маленький разъем XTX-30 на проводах силиконовых AVG, не знаю сколько это, может быть 16, наверное, или что-то типа того. Маленький конденсатор, опять же, 35 вольт, 470 микрофарад. И проводок, который соединяет полетные контролли и регуляторы. Нижняя часть полетного контроллера. Здесь особо ничего нет, кроме разъема для подключения регуляторов. Микрочипс F722, STM32, довольно мощный камень. Один преобразователь, второй преобразователь. То есть один из них, по-моему, на 5 вольт, другой подержает систему на 9 вольт. С другой стороны микросхема OSD, гироскоп, чип для RF-связи через Bluetooth и Wi-Fi. Ну и маленький чип с памятью. Здесь можно сохранить данные BlackBox со 128 мегабит. Разъем здесь USB-C, что довольно современно. Площадок, кстати, здесь не очень много. Впереди у нас площадки под аналоговое видео, которые предназначены под видеокамеру, под видеопидатчик, питание 5 вольт, питание 9 вольт и TX3. То есть это, скорее всего, под Smart Audio. На нижней части у нас еще три полноценных UART TXRX3, TXRX2, TXRX1. Пару площадок Ground, пару площадок под питание, площадки под LED-подсветку, под бузер. В принципе, вот и все. Больше здесь ничего нет. Функционал полетного контроллера не супер безбашенный. Это не под какой-то дикий дальнолет. Это, скорее, что-то такого, что мы будем собирать. То есть это фристайл. Достаточно трех UART обычно в таких случаях. Здесь никаких барометров, I2C шины, компаса. Ничего такого, конечно же, нет. Но в данном случае нам это и не нужно. Регуляторы под 6S. То есть это 2-6S. Маленький датчик тока есть. Крепление сразу изначально у нас бабушки под M2. Да, но сюда также можно их вытянуть, поставить туда бабушки под M3. Они, вот как я видел, уже в комплекте есть. Под 35 А, они говорят. При этом всем говорят, что их проверяли на 140 А продолжительный ток. Больше 30 секунд они выдерживают. То есть это по 35 А на канал. Это хорошо. То есть продолжительный ток вполне нормально выдерживает. Что интересно, а форма плат какая-то нестандартная. То есть она не квадратная, она слегка скругленные края. И здесь еще и вырез сделан. Этот вырез обычно делали для того, чтобы у нас провода лежали в этом месте. Между регулятором и полетным контроллером. Чтобы они там, ну, особо вперед не торчали. Пару слов про вес. Регулятор здесь весит 7 грамм. Полетный контроллер сверху еще примерно столько же. То есть мы выходим на 13,5 грамм. Что интересно, я сейчас только что заметил, пока лакировал платы. Здесь, кроме того, что есть штекер, да, куда вы ставите именно фишечку. Также есть маленькие площадки под пайку. То есть вы можете напрямую также еще и припаять провода к регулятору. Такое бывает нечасто. Но, тем не менее, здесь вот такая возможность оставлена. Так, ну, вроде все в порядке. Видеопередатчик встал на свое место. Камера у нас тоже сейчас уже подключилась. Здесь напечатал сзади вот это крепление. Я напечатал, которое у них есть на Thingiverse официальном аккаунте. Здесь это крепление есть под Crossfire. Но мы его использовать не будем. Мы будем антену ставить, наверное, на луч поперек. Потому что это самое оптимальное, я так полагаю. К сожалению, что я тут прокосячил, так это с конденсатором. Конденсатор довольно длинный. Его надо было все-таки на бок заворачивать. Потому что иначе видеопередатчик слегка самую малость не лезет. Пришлось его поставить вот так вот. То есть он стоит слегка по диагонали для того, чтобы он туда влез. Что интересно, это Rush Tank какой-то там мини, что ли. Почему он перестал работать в определенный момент? Мне пришлось его сейчас посмотреть, попробовать, почистить. Я его хорошенько почистил, пропаял еще разок феном. И сейчас похоже, что он заработал. Потому что аналоговый видеопередатчик у меня потихоньку начинает заканчиваться. Потому что все время все перевожу на цифру. Аналоговый видеопередатчики. Вот это один из последних, который более-менее приличный. У меня есть еще парочку, но они уже менее приличные. Поэтому останется вот этот вот, скорее всего, здесь, если он не тем более работает. Приемник. Приемник встанет сюда от джампер. Джампер и LRS. В комплекте у нас небольшая инструкция, что куда подключается. Но на самом деле здесь все очень просто. Здесь подключение абсолютно такое же, как у приемников Crossfire. А я их уже поставил штук 50, наверное. Поэтому я думаю, что у нас проблем не возникнет. Единственное, что меня смущает, это длина антенны. Очень короткая антенна. Разъем на приемнике, как видно, нестандартный. Здесь IPEX-1. Поэтому, если вы захотите заменить антенну, с этим будут проблемы. Не очень много таких антенн под такой разъем. Пока что. Возможно, позже станет больше. Приемник забыл взвесить без антенны. Сейчас уже подпаял провода. И можно взвесить, конечно, вместе с ними. То есть все со всеми. Это здесь примерно 2 грамма ровно. Если вы берете, например, отдельно приемник, который будет на бочонковой антенне, то есть СНД антенны, вот без этого всего длинного кабеля, вот этого всего, то такие приемники весят в районе 1 грамма, иной раз даже меньше. Учитывая, что здесь очень немного компонентов, очень тонкая плата, здесь, ну, нечего много весить. Подключили приемник, антенна ушла на луч, как я и обещал. Подключил я его на TX-RX3, что меня жутко бесит в этом приемнике. Как бы каждый приемник сделан по-разному. И этот сделан максимально по-голимому, если честно. У него крепеж отсутствует как таковой. И вот это просто квадратное сочленение антенн, вот здесь, которое, его никак не зафиксировать. То есть я вот зажал стяжкой, зажал на максимум. При этом всем она все еще так же легко болтается, как и до этого. Как она должна здесь фиксироваться так, чтобы она никуда не девалась, я так и не понял. На что рассчитывает производитель, опять же, я не понял. Следующий этап, это настройка через PDB. Я попробую настроить сегодня от и до, со всеми настройками, которые мне будут необходимы. Что интересно, здесь уже в регуляторах прошита прошивка BlueJ, поэтому они работают сразу с RPM-телеметрией. Как видно, светодиоды моргают, все у нас в порядке. Что приемник, что видеопередач, что полетник, все моргает. Это значит, что в целом мы все правильно подключили. Теперь переходим. Режим Bluetooth. Как видно, он сразу полетной контроль нашел. Нажимаем Connect. Да, здесь уже все есть. Вперед, вправо, влево, назад. Не нашел ресивер. И также подключен через MSP. Ну, то есть через Bluetooth он подключен к нашему телефончику. Хорошо. Дальше. Serial RX на UART1. Это неправда. У нас сейчас на третьем стоит видеопередатчик. А, видеопередатчик на третьем. А, у нас видеопередатчик на третьем. Сейчас перепаяю тогда. Сейчас надо переделать. Заходим в порты, выбираем Serial RX UART1. Все правильно, UART2 у нас свободен. UART3 у нас стоит VTX. VTX Smart Audio. UART4 тоже свободен. А куда UART4 идет? По-моему, на регулятор идет. У нас регуляторов ничего не приходит, поэтому у нас 8-битные регуляторы. Готово. Перестало работать, потому что LRS-приемник, как видно, ушел в режим Wi-Fi. Соответственно, они друг другу теперь мешают, и LRS, скорее всего, дает большую мощность. Возвращаемся сюда. Здесь все заработало. Так, дальше моды. Ну, моды мы сейчас чуть позже проверим, когда аппаратуру подключим. Аппаратура также выбираем протокол Crossfire, потому что LRS работает через Crossfire. Здесь, скорее всего, нужно будет выбрать TAER, насколько я помню. Но это не факт. Сейчас надо проверить, что на аппаратуре выбран. Сохраняем пока что. Моторы давайте проверим тем временем. Я думаю, моторы я хочу в обратном направлении, чтобы крутились. Поэтому сейчас опять включился Wi-Fi. Он, оказывается, все равно включился. Да господи. Невозможно. Постоянно включается Wi-Fi. Я просто сейчас уберу плюсовый провод с приемника. Поскольку приемник работает на Wi-Fi. И в нем работает на той же частоте, что и Bluetooth. В полетном контроле они друг друга активно забивают. Все, мы подключились. Я хочу обратное направление моторов. Хорошо. DeShot 600. Ну, предположим. Как видно, все крутятся. Но тут я не уверен в направлении. Давайте проверим. Включаем режим настройки направления вращения моторов. Первый мотор. Проверяем. Неправильно. Разворачиваем. Вот. Теперь правильно крутится. Второе. Тоже неправильно. Разворачиваем. Тут есть кнопочка Change Direction. То есть он сразу в обратную сторону направляет вращение. Вот теперь правильно. Третий. Да что ж такое? Тоже неправильно. Разворачиваем. Дайте угадать. Четвертый тоже нужно будет развернуть. Нет, четвертый попал. Сохраняем. Дальше основные настройки. Здесь, в принципе, я думаю, ничего трогать активно не нужно. Я также вобью 180 Arm Angle, чтобы он армился в любом положении, вне зависимости от того, на каком боку он стоит. Телеметрия, дисплей. Вот это все нам ничего не нужно. Здесь все по стандарту включено. Все, что нужно. Поскольку пищалки нет, я включу еще пищалку через моторы. То есть он будет пищать моторами. Сохраняем. Дальше, следующая страничка, это у нас Pit Tuning. Здесь я сомневаюсь, что нам нужно пока что-то крутить. Если что-то летает прям совсем как-то странно, то я потом чуть-чуть покручу вот эти вот слайдеры. Но пока хватает и так. Дальше, OSD. Единственное, что мне не нравится, количество элементов, которые здесь на экране, здесь почти ничего нет. Сейчас я достану мониторчик. И мне не нравится шрифт. Стандартный шрифт, он ужасен. Давайте загрузим какой-то другой шрифт, типа Betaflight. Вот он нормальный. Такой немножко круглее, более яркий. То, что нужно. Сейчас перезагрузится. Другое дело. Вот такой шрифт мне нравится. Что бы я хотел здесь иметь, например, напряжение на ячейку. Ну что же, вот, в принципе, я раскидал элементы OSD по экрану. Сохраняем. Теперь меня это устраивает. Теперь у нас есть все, что нужно на экране. Ну, может быть, вот RSSI может чуть правее подвинуть. Ай-яй-яй, я уехал куда-то. Типа вот так вот. Да, сейчас минус 130. Все в порядке. Я думаю, теперь будет нормально. Теперь это можно закрыть. Смотрим дальше видеопередатчик. Выбираем видеопередатчик. Здесь, по-моему, ТС Smart Audio 2.0. Выбираем американскую версию. Как видно, у нас сразу загрузилась таблица каналов. Ну и нажимаем Save. После этого давайте попробуем поиграть, работает ли это или ее еще нет. RaceBand 1. 25 милливатт. Сохраняем. Ушел. Пришел на RaceBand 1. Все работает. Все отлично. Все. Теперь осталось только по аппаратуру подключить и проверить, как работают каналы. Что же, мы доехали до поляны. Я еще достал коптер наш. И первое, что я увидел, это антенна сломалась. Пока везли. И слава богу, у меня есть с собой паяльник. Я сейчас попробую раскрыть вот это место. И попробовать запаять. Что одно, что другую сторону надо припаять, видимо, понадежнее. Ну что ж, вроде припаяли. Не знаю, насколько хватит. Но сейчас выглядело вроде норм. Возможно, действительно полетает еще чуть-чуть. Аккуратно вставляем. Но не загорелось уже хорошо. Первое включение всегда опасненько. Немножко смещен цель отряжки назад из-за того, что у нас сейчас нет GoPro. Но в целом не так уж и плохо. То есть вот он чуть-чуть минимально назад. В остальном вроде норм. Аппаратура вроде работает. Здесь столько веточек маленьких. Но в остальном butter smooth, как говорится. Супер мягко, супер плавно. У меня картинки нет. Картинки вообще никакой нет. Алло. Алло, картинка. Вот появилась. Мне кажется, что я нашел проблему плохой видеосвязи. Как видно, вот сейчас лично картинка передается. И конденсатор стоит вот прямо вот вплотную рядом с кнопочкой переключения каналов. И поэтому, когда видеопередач начинает виблировать, канал переключается на какое-то другое, видимо. Куда он сейчас переключился? На четвертый. Ну вот, сейчас, предположим, на четвертом канале теперь у нас снова есть картинка. Поэтому, я думаю, сейчас самое оптимальное будет, это как-то конденсатор развернуть. И тогда картинка будет вроде в норме. Теперь, скорее всего, оно должно работать. Теперь давайте я его еще немножко вверх загну, вот так вот. И теперь у нас, ну, хорошие полсантиметра между ними осталось. Давайте я теперь еще проверю, и если что, пойдем летать. Ну давайте этот аккумулятор вот плавно долетаем. Нет. Нет. Опять картинка пропала. Причем еще в непонятный момент. Но я опять же успел его выровнять. Ладно. И все-таки мне пришлось полностью заменить на видеопередатчик, на другой. Сюда встал самый стандартный, классический E-Chain VTX Nano, дешевый маленький видеопередатчик. ДВРки остальных полетов вы уже в целом видели в предыдущем обзоре, где мы рассматривали аппаратуру Jumper T Pro, и там я уже показывал все и рассказывал. В тот раз я обещал, что в этом видео я покажу футаж с GoPro, поэтому вот он. Надеюсь, вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 для DJI FPV как раз. У камеры были свои плюсы, свои минусы, но я считаю, что чем больше камер на рынке, тем больше у нас есть выбор. Соответственно, кто-то может сделать выбор в сторону Феникса. И что интересно, камера ведь одна из самых дешевых на рынке, то есть там чуть-чуть еще дешевле ранг Коммипи, а потом Феникс идет. И, соответственно, за те деньги, которые продают, иной раз я видел там что-то по 110-120 долларов вместе с Vista, это хорошо. Это действительно неплохо. В то время как какой-нибудь Polar стоит уже там где-то 160-170. DJI камера стоит уже по 200. Cadix не было. Pro тоже там что-то очень немало. Соответственно, ну здесь выгода отличается ценой. Если вы хотите сэкономить там 20-30, может даже больше долларов, это неплохой вариант. Markel Machchur. Это не первый обзор, который я вижу на эту камеру, но странно, что упаковка другая. А это на самом деле везде. И это причем еще не только вот с этой камерой, а со всем. Я замечаю, что постоянно приезжают в разные упаковки. Мне еще часто пишут в личку, скидывают фотку товара какого-то, говорят, вот у тебя в обзоре была другая упаковка, а у меня вот такая. Это типа подделка, а я сам не знаю. Типа у производителя эти упаковки меняются мне каждую партию, новая упаковка идет. Поэтому, ну, ничего сказать точно не могу. Но в основном, а я вот насколько я знаю, сейчас особо не подделывают наши запчасти. Поэтому если вы что-то получили, где что-то написано, ну, откровенно написано там, например, ранком Fenix HD-Link, то скорее всего на 99,9% вас не обманули. Артем Корниенков, Артем Корниенков, что поло, что это, у всех баланс белого с качеством как дурной. Ну, потому что он не фиксируется. Не было Pro и DJI камера остается лучшими, по крайней мере, снять летать к ноте. Но это скорее возможно для тех, кто именно на скупторах летает, причем еще агрессивно, где важна именно скорость реакции и фиксированный баланс белого. Те, кто летает, например, на дальнолетах, они даже никогда не поймут, что там что-то гуляет, потому что, ну, обычно на дальнолетах вы так резко не крутитесь, чтобы баланс белого мог куда-то гулять. На самолеты тоже я часто вижу, народ ставит такие камеры, потому что картинка, на самом деле, чуть-чуть получше в плане цветов, цветопередачи. Но то, что баланс белого не фиксируется, не для всех это обязательное условие, не для всех это важно. Для некоторых это, я думаю, даже какой-то не особо важный незаметный фактор будет. Вот. Ну и последний. Денис Бендер, есть какие-то слухи надежды на скорый выход DJI Goggles V3? Нет. Но я сейчас видел, что HD Zero вышли на новый уровень, то есть это SharkBite, теперь новый виток развития, теперь они снова называются HD Zero, и там, в общем-то, лучше камеры стали, как бы, и лучшие видеопередачники, как бы, новая прошивка, все дела. Но по факту, по обзорам ничего не поменялось. Вот то, как было, так и осталось. И при этом всем люди уже сравнивают напрямую DJI с SharkBite нам уже много лет. DJI уже второе поколение очков вышло уже год назад, первое поколение еще там. Ну, короче, она вот за то время, она не устарела ни на каплю, то есть до сих пор это лучший вариант по количеству деталей, по четкости изображения, по цветопередаче. SharkBite неплохо, оно дешевле, ну, то есть HD Zero, оно немножко дешевле, в общем-то, задержки, как бы, там ниже, особенно, если вы гонки летаете. Но по качеству изображения все так же, альтернатив особо нет. Есть другие системы, которые предлагают, например, дальше картинку, есть, которые предлагают выше разрешение картинки, есть, которые предлагают ее чуть-чуть дешевле, но не все вместе. А вот именно у DJI получилось все вместе. И это прилично, и то прилично, и, в общем, по всем параметрам получается, что у нас пока что лидер. На этом, друзья, все. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите видео, загадайте в описании. В описании будет ссылочки на все компоненты этого коптера, ну, и обязательно на пропеллер. Пропеллеры мне понравились, на самом деле, в этом обзоре больше всего остального, потому что с такими пропами ничего не страшно. На этом, друзья, все. Пока!